В цели улучшения питьевого водоснабжения в ближайшие пять лет в отрасль будет инвестирована около 40 триллионов сумм. По инициативе главы государства реализуется проект улучшения питьевого водоснабжения Сурхандаринской области за счет использования воды Туполангского водохранилища. Продолжим тему на примере проводимых в этом направлении работ Денауском и Сариасийском районах области. В рамках проекта улучшения питьевого водоснабжения Сурхандаринской области за счет использования воды Туполангского водохранилища до города Термес будет проложено почти 390 километров металлических труб. В 10 районах строятся водосборные резервуары объемом 1000, 10 тысяч и 20 тысяч кубметров. Один из таких резервуаров возводится и в Денауском районе вместимостью 20 тысяч кубометров. Помимо удовлетворения потребностей в воде сотни тысяч граждан, строительство данного объекта имеет большое значение в достижении энергоэффективности. В нашем районе проживает 410 тысяч человек и обеспеченность чистой питьевой водой на данный момент составляет 57%. С окончанием строительных работ мы сможем покрыть потребность в питьевой воде еще 200 тысяч человек. К тому же это упростит подачу воды населению и обеспечит бесперебойность. Еще одним важным аспектом проекта по обеспечению жителей области питьевой водой из водохранилища Тупаланг является то, что данная питьевая вода богата полезными минералами, необходимые для организма человека. На самом деле проводимая работа по доставке воды с водохранилища Тупаланг до Термеза имеет очень масштабный характер. И важно сейчас обеспечить грамотное распределение средств и качества. Тогда и народ будет доволен. Данная сеть будет проходить через 11 районов, а это означает, что более полутора миллиона граждан будут обеспечены чистой питьевой водой. Для обеспечения своевременного и, главное, качественного выполнения работы в строительстве принимает активное участие и специалисты из ряда зарубежных компаний. Данный проект будет реализовываться до 2023 года, а старт строительным работам был дан еще в августе прошлого года. На сегодняшний день совместно с местными специалистами мы подготовили водные резервуары в районах Шурчи и Сарасия. Вода, поступающая из водохранилища Тупаланг, будет обрабатываться в четыре этапа на основе современных технологий. Для этого в Сарай-Осийском районе строится водоочистное сооружение мощностью 200 тысяч кубометров воды в сутки. Здесь жизненно важный ресурс фильтруется в несколько процессов, очищается от песка и отложений. Затем распределяется по магистральным трубам.